Моя сегодняшняя дискуссия больше будет ориентирована на исследовательские центры, потому что я, как мне казалось, больше думала, что аудитория будет в основном состоять из представителей медицинских организаций, но я думаю, что мы так большие ремарки, всем интересные, сможем в презентации учесть. Я бы хотела начать свое выступление с проверочных листов Росздравнадзора. Почему? Потому что это элемент рискориентированной модели в рамках реформы, которая проводится в настоящее время на территории Российской Федерации. И, по большому счету, разговор о проверочных листах Росздравнадзора как элементе работы, и элементе не только работы, которую использует контрольнадзорный орган, но и подконтрольные субъекты, будь то компании, спонсоры, либо исследовательские центры, могут также использоваться в работе, имплементироваться. Поэтому начнем с того, что проверочные листы Росздравнадзора разрабатывались в 2017 году и утверждены приказом Росздравнадзора от 9 ноября 2017 года, приказ 94-38, который утвердил 39 форм проверочных листов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в рамках проверки по Федеральному государственному надзору в сфере обращения лекарственных средств. Приложения 37 и 38 посвящены доклиническим и клиническим исследованиям, и мы сегодня говорим исключительно о 38-м приложении, которое посвящено клиническим исследованиям. Существует несколько причин, по которым проверочные листы разрабатывались и внедрялись в работу контрольно-надзорных органов. Они разрабатывались для того, чтобы определить наиболее значимые требования, содержащиеся в нормативно-правовых документах, которые необходимо использовать, на соответствии с которым проводится проверочное мероприятие. Проверочные листы представляют собой четкий структурированный перечень обязательных требований в формате вопроса, в рамках которых проводится проверочное мероприятие. Таким образом, мы заранее знаем, контрольно-надзорный орган знает, какие вопросы он задаст, и подконтрольные субъекты, различные типы юридических лиц, также знают заранее, какие вопросы у них спросят. Таким образом, достигается прозрачность проверочного мероприятия, и здесь есть две принципиальные цели. Для контрольно-надзорного органа использование такого инструментария дает возможность в ожидаемом периоде повысить результативность и эффективность контрольно-надзорных мероприятий, потому что, во-первых, это обяжет проверяющих проверить определенный объем работы, это тоже фактор, а с другой стороны, это даст возможность юридическим лицам, которые мы проверяем, использовать эти вопросы для самоконтроля, для самоанализа, готовиться к проверке и имплементировать эти проверочные листы в свою рутинную работу. В 2018 году проведено 127 проверочных мероприятий, общее количество выявленных нарушений 570. Давайте проанализируем структуру, исходя из результатов за 2018 год. Итак, использование рискориентированной модели с использованием проверочных листов в 2018 году позволило увеличить в 4 раза общее количество нарушений обязательных требований, которые выявляются Росздравнадзором в ходе проверочных мероприятий. С одной стороны, с другой стороны, емкость проверочных мероприятий увеличилась таким образом, что в настоящее время достигла 49,5%. То есть это каждая вторая проверка, которая проводится Росздравнадзором, выявляет сильные нарушения обязательных требований и 570 нарушений в 127 проверочных мероприятиях. И что бы хотелось на этом этапе прокомментировать? Несмотря на то, что увеличивается количество нарушений обязательных требований, которые выявляет Росздравнадзор, все-таки не хотелось бы каких-то преджаджментов делать, не хотелось бы все-таки демонизировать ситуацию. Мы бы не склонны говорить о том, что мы стали резко хуже работы с 2018 года, потому что мы выявили в 4 раза больше нарушений обязательных требований. Скорее, наоборот, это говорит о том, что система государственного контроля за проводимыми клиническими исследованиями совершенствуется, и в настоящее время мы находимся на этапе прогресса, и, в общем-то, мы лучше работаем, поэтому мы лучше выявляем. Скорее так, это более очевидно, потому что, вероятнее всего, эти элементы совершенствования нашей работы влияют на результат. Что бы хотелось также сказать о результатах 2018 года. Результаты 127 проведенных проверочных мероприятий свидетельствуют о правильности применения рискориентированного подхода в связи с тем, что ранжирование подконтрольных субъектов, исходя из уровня риска, которые присвоенные им были в соответствии с 907-мым постановлением правительства. Надеюсь, вы уже довольно хорошо. А знаете, то есть ранжирование происходило в количестве видов деятельности для каждого типа юрлица. Итак, статистически усредненное количество нарушений, выявляемых у юридических лиц значительного класса риска, в 2 раза превышает среднее количество нарушений, выявляемых у юрлиц среднего класса риска, и в 6 раз у юрлиц умеренного и низкого класса риска. Что это значит? Это значит, что с 2019 года Росздравнасор на счет переходить на элементы динамической модели реформы, рискориентированной модели, это значит, что будут учитываться результаты контрольно-обзорных мероприятий, и ряд юридических лиц будет повышать класс риска, ряд юрлиц будет понижать класс риска. Но при этом, что важно, важно обратить внимание, что значительный класс риска при такой модели остается в топе внимания, потому что статистически это тот тип юрлиц, где действительно выявляется наибольшее количество нарушений. Именно эта группа юридических лиц статистически попадает в повышение класса риска, с одной стороны, а с другой стороны, при цельно данной мероприятию, хотелось бы обратить внимание, что большинство медицинских организаций, которые имеют профиль онкоцентры, имеют довольно большое количество видов деятельности в рамках Федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, и в базовой статической модели практически большинству этого типа юридических лиц присвоен значительный класс риска. Поэтому это те типы юридических лиц, которые довольно часто в сегодняшней модели проверяются Росздравнадзором, и, видимо, эта тенденция не изменится. То есть мы и дальше продолжим еще чаще и чаще их проверять, потому что это значительный класс риска. Давайте попытаемся характеризовать основные типы нарушений, обязательных требований по результатам 2018 года. Прежде чем мы начнем философствовать на тему различных особенностей юридических лиц и типов нарушений, хотелось бы вначале сказать, что именно рискоориентированная модель и новые подходы, которые разработал Росздравнадзор в 2018 году, позволила нам переосмыслить ту роль и вклад, в который играют организаторы клинических исследований, их уполномоченные лица в общей копилке количества нарушений и обязательных требований. По сравнению с предыдущими периодами контроля 2017 года и периодами предшествующих ему, когда основную роль отводили исследовательским центрам, локальным политическим комитетам, и бесконечно на них ругались и говорили, что они во всем виноваты, то 2018 год показал, что, в общем-то, статистически все несколько иначе. Если посмотреть несколько шире на вопрос, 55% нарушений обязательных требований выявлены и связаны с деятельностью организаторов клинических исследований и их уполномоченных лиц. Но на этой риторической ноте давайте попытаемся характеризовать типы нарушений, связанные с деятельностью локальных этических комитетов. Здесь в топе соблюдение стандартных операционных процедур. Довольно избитая тема, с одной стороны, сколько мы лет уже говорим об этом, однако, знаете, здесь довольно большая вариабельность, если задуматься. Соблюдение стандартных операционных процедур связано, как правило, с двумя крайностями. С одной стороны, их сегодня действительно может не быть. До сих пор есть медицинские организации, в которых действительно мы сталкиваемся с тем, что до сих пор организации не разработали для себя определенные документы. Но справедливости ради их все, конечно, меньше и меньше, но в связи с этим возникает вторая крайность. Многие разрабатывают стандартные операционные процедуры, но разрабатывают этими такими, и гипертрофируя в ряде случаев, детализируя до такой степени, что они просто не способны их исполнять, в связи с тем, что, ну, как бы, это лишено какого смысла и вообще невозможно. И поэтому проверяющие, запрашивая СОПы, пытаясь проанализировать деятельность локального этического комитета на соответствие, этим СОПам утыкается в том, что их просто не соблюдают, и они вроде как бы есть, но при этом деятельность по ним не ведется. И таким образом, учитывая, что СОПы, в общем-то, связаны с основными процедурными этапами деятельности локального этического комитета, мне удивительно, что повторы по частоте встречаемости нарушений связаны с порядком введения документации локальных этического комитета и порядком организации заседаний и протоколирования заседаний, общий порядок введения документа. Если мы попытаемся проанализировать деятельность исследовательского центра, то статистически, что мы можем сказать? Самое, наиболее большое количество нарушений связано с этапом, да, и с процессом самодействия на уровне корреспонденции исследователя с независимыми этическими комитетами. Это, в общем-то, довольно больная тема, потому что здесь, в общем-то, мы говорим не только о том, что исследователи в чем-то не соблюдают обязательные требования, но не репортируя в локальный этический комитет информации, они, в общем-то, не дают локальным этическим комитетам свою работу выполнить, потому что комитеты просто информация определенная не поступает. Поэтому это довольно болезненная сторона работы по уведомлению и по общему взаимодействию с локальным этическим комитетом со стороны исследователей. Хотелось бы обратить внимание ваше на вопросы обращения с исследуемыми препаратами. По большому счету статистика тоже довольно значительная, и здесь мы говорим не только о вопросах хранения, выдачи препаратов, но и фиксации этих этапов в документах. То есть в ряде случаев, в общем-то, препараты есть в центре, но вот на этапе подтверждения тех действий, которые с ним совершаются, к сожалению, мы фиксируем расхождение, и это все, в общем-то, связано. С порядком обращения и фиксации информации о порядке обращения с исследуемыми препаратами. Очень важная статистика, на мой взгляд, в контексте сегодняшней дискуссии связана с порядком получения информированных согласий у пациентов, потому что этот этап клинического исследования связан не только с соблюдением обязательных требований, и этот этап связан с обеспечением защиты прав и безопасности пациентов, участников клинических исследований. Срыв на этом этапе по большому счету оттеняет нарушение прав участников исследований, и именно на этом этапе мы как бы и ущемляем тех субъектов исследования. Хотелось бы обратить ваше внимание на два раздела. Первый – включение и исключение пациентов из исследований, и статистика по отклонению от протоколов. Если мы объединим между собой эти два пункта, то, в общем-то, понимаем, что это протокол – специфичные нарушения. И вот если объединить эти показатели, то мы сегодня можем ответить на вопрос, какое наиболее часто встречаемое нарушение обязательных требований – отклонение от протокола. И это самые грубые нарушения обязательных требований. Что радует? Радует то, что статистика по общим организационным вопросам, связанным с назначением исследований, исследователей, уведомлением Минздрава, в общем-то, в этом году мало представлена. То есть, конечно, нарушения есть, но при этом не так часто, как мы раньше об этом говорили. И, в общем-то, это радует, потому что сегодня, видимо, на этом этапе каких-то непреодолимых сложностей и непониманий мы, в общем-то, не встречаем. Все знают о том, что исследовательскую команду нужно назначить, распределить обязанности, уведомлением Минздрава в надлежащем образом. И вот в этом контексте я хотела бы перейти к обсуждению, в общем-то, этапов проверки исследовательского центра. Хотелось бы сказать, что, в общем-то, перед проверяющим, который, ну, скажем, идет на проверку медицинскую организацию, перед ним стоит задача проконтролировать и, в общем-то, уделить внимание двум столпам. Первая часть вопроса связана с соблюдением прав безопасности пациентов-участников клинических исследований, в контексте соблюдения протокол специфичных процедур, соблюдения процедуры получения информированного согласия, выдачи исследуемого препарата и в контексте всего этого, каким образом фиксируется информация о серьезных нежелательных явлениях на фоне приема исследуемых препаратов. И это вот одна часть вопроса, которая, в общем-то, под призмой нарушения прав пациентов рассматривается большинство вопросов и вот серьезность этих нарушений. А с другой стороны, вторая сторона вопросов – это фиксация данных и результатов клинических исследований, каким образом документация о проведемом исследовании фиксируется и таким образом взаимосвязи вот этих вопросов проверяющему на самом деле необходимо определить, насколько достигаются цели клинического исследования, и насколько достигаются цели проверки для того, чтобы выявить нарушения, обеспечить, ну, скажем, посредством выдачи предписаний, в последующем оптимизацию работы в исследовательском центре. Но ведь по большому счету мы ведь должны понимать, что исследовательская команда – это коллектив людей, которые вот от их слаженной работы, от того, насколько четко распределены между ними обязанности, насколько согласованы их действия, насколько адекватны ресурсы медицинской организации и человеческие в том числе ресурсы, возможно достижения цели клинического исследования, потому что в ряде случаев, учитывая, например, статистику по количеству нарушений обязательных требований у организаторов клинических исследований, наибольшее количество связано с ненадлежащим мониторингом проводимых клинических исследований, статистически, в 2018 году именно это самое частое нарушение. Поэтому слаженные работы исследовательского центра есть залог благополучия самого исследовательского центра, потому что в условиях, когда тебе говорят, почему у вас не заполнены логи, почему вы ничего там не написали, говорят, монитор еще не приехал. Вот это не самое лучшее построение работы в исследовательском центре, потому что, в общем-то, учитывая качество мониторинга, можно как бы немножко некомпломентным, скажем так, быть. Давайте попробуем поговорить о методологии проверки исследовательского центра. Дело в том, что в ходе проверочного мероприятия, которые могут быть и плановые, и внеплановые, проверяют различные этапы проведения клинического исследования. На первичном этапе, в ходе проверки, мы можем столкнуться с самыми разными этапами клинического исследования, но проверочные листы Росздравнадзора, вернемся к ним, позволяют проверить любой из этапов клинического исследования. Поэтому любой из этапов, на котором происходит проверка, возможен с точки зрения оценки, используя проверочный лист Росздравнадзора. И, в общем-то, как это происходит, здесь в зале есть люди, которые уже хорошо знакомы, как это бывает, есть люди, кто еще в этом году познакомился. Заполнение проверочного листа связано с оценкой, исходя с заполнением. Каждый вопрос проверочного листа требует оценку «да» или «нет». посредством системного, структурированного анализа последовательно основных ключевых вопросов, связанных с общими вопросами правово-административного характера. Этому посвящен первый раздел проверочного листа. Этическое сопровождение со стороны независимого этического комитета второй раздел проверочного листа. и остальные вопросы, связанные с ресурсами, связанные с порядком обращения с исследуемым препаратом, фиксацией данными и порядком получения информированного согласия. Эти все вопросы представлены в четвертом разделе проверочного листа. И задача – получить все положительные отклики. И тогда вам говорят, что вы бесконечный молодец, и может, все хорошо. Но такое, к сожалению, встречается редко. Но бывает. В связи с тем, что Росздравнадзор увеличен на количество выявляемых нарушений в ходе проводимых проверок, Росздравнадзор уделяет в настоящее время очень большое внимание профилактике правонарушений. Обязательных требований. В связи с этим, обязательно секция посвящена призывам посещения наших профилактических мероприятий ежеквартально, которые проводятся в Росздравнадзоре. Доступ для всех свободный. При желании всегда можете посетить. Мы вас приглашаем. Уведомление на официальном сайте Росздравнадзора появляется. А также отчет о профилактических мероприятиях, отчет о правоприменении по всем видам государственного контроля, в том числе в Федеральном государственном надзоре сфере обращения лекарственных средств, публикуется на официальном сайте Росздравнадзора. И самое последнее, наш ресурс, система электронный инспектор, мы бесконечно ждем с трепетом, когда эта система заработает. Суть системы состоит в том, что на сайте Росздравнадзора заработает электронная система, электронный инспектор, в котором будет возможность, у каждого юридического лица будет возможность завести свой собственный аккаунт, и там проверочные листы, вы можете их сами заполнить, выявить у себя нарушения, отрепортировать нам, и вот если вы это сделаете, вы получите рекомендации от Росздравнадзора, и если вы их исполните, вам не зачтут грубые нарушения обязательных требований. То есть это такой элемент самоконтроля, о котором мы сегодня говорим, реализованный через проверочный лист. Это следующий этап профилактики, потому что если вы сами выявили и сами поработали над этим при помощи Росздравнадзора, при супервайзерстве Росздравнадзора, то вы можете и сами справиться с проблемой, и мы на это, во всяком случае, верим, надеемся, что у нас это получится. Итак, тенденции на 2019 год. Я завершаю свое выступление. В 2019 году продолжена практика применения проверочных листов. Рискориентированная модель существует в этом году в статических показателях, а в следующих годах в динамических показателях. Это значит, все, кого проверили в предыдущих периодах, будут переоценены на предмет повышения класса риска. Что бы хотел сказать. Приоритет проверки на основании результатов 2018 года в топе деятельности организаторов клинических исследований и их уполномоченных лиц. Надеемся, заработает электронный инспектор. Посещайте наше профилактическое мероприятие. Самый последний пункт, который мои коллеги просят упоминать. Заработала новая обновленная система АИС-фармаконадзора, которая заработает, надеемся, в сентябре полную силу. Она создана на основе международного формата ICH E2BR3 с использованием словаря Медра. С сентября года полный переход анонсирован на работу этой системы по клиническим исследованиям пострегистрационному фармаконадзору. Поэтому познакомьтесь с ресурсом, работайте. В ходе проверки будем смотреть, как вы это делаете. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Продолжение следует...